Газификация населенных пунктов в Тверской области продолжается. Так, газ подвели в деревню Старо-Ямская Старецкого района. Подробнее в следующем сюжете. Жители деревни Старо-Ямская ждали подведения газа с 2011 года. И теперь наличие голубого топлива избавит население от необходимости заготавливать и колоть дрова, чтобы получить горячую воду и тепло. Кроме того, появление газа способствует развитию деревни. Началась жизнь. Началась жизнь благодаря тому, что газификация как-никак дает деревне большие перспективы. Люди начинают понимать, что жить здесь можно. Я имею в виду, молодежь приедет, самое главное. То есть не старики Старо-Ямской. В прошлом году жители совместно с администрацией сельского поселения подготовили проект на сметную документацию. И уже в начале 2021 года заключили муниципальный контракт для подведения внутрепоселкового газа. Общая протяженность газопроводов поселения 2 километра 345 метров, что позволит подключить к голубому топливу около 60 домовладений. Для поселения спроектирован и врезан будет газопровод высокого давления. Согласно принятым нормам, газопровод частным домам должен подходить именно среднего давления. Поэтому устройство, которое вы сегодня видите, это устройство, которое понижает газ с высокого до среднего давления. И подается до границы каждого землевладения. После этого устанавливаются еще понижающие устройства со среднего на низкое. И уже разводится к потребителю. В дальнейшем работы по подведению природного топлива к другим населенным пунктам будут продолжены. В этом году в нашем поселении газификация будет охвачена только один населенный пункт. По программе до 2023 года у нас запланировано еще Новоимская, Яйцово и Ордено, Чапово. Газификация Тверской области относится к числу приоритетных направлений региональной политики. И особое внимание уделяется сельским территориям. Продолжение следует...